В эфире Айньюз, в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Автопилот Тесла вновь в центре скандала. Электрокар, ехавший самостоятельно, опять угодил в аварию. В интернете появилось видеопроисшествие. Владелец автомобиля, чудом не получивший травму, рассказал, что в тот момент Тесла двигалась по трассе под управлением автопилота. Электрокар следил за полосой, а также за другими машинами в потоке. Но автопилот по неизвестной причине не заметил временную разметку на асфальте и блоки, которые ограждали место ремонта дороги. По словам водителя, никакого предупреждения о приближении препятствий система ему не выдала. Тесла продолжила движение согласно основной разметке и протаранила ограждение. К счастью, машину не выбросило на соседнюю полосу, а водитель сумел затормозить. Никто не пострадал. Позже владелец электромобиля выложил фотографию скореженной машины. В ней сработали все имеющиеся подушки безопасности. В компании Тесла пока никаких комментариев по поводу инцидента не давали, что вполне объяснимо. Еще предстоит проверить, действительно ли электромобиль в момент столкновения находился под управлением автопилота. Отметим, что первое подобное происшествие, которое случилось в прошлом году, закончилось трагедией. Тесла Model S, ехавшая самостоятельно, влетела под грузовик. Водитель погиб. После долгого расследования суд пришел к выводу, что аварию спровоцировал не автопилот, а водитель фуры, когда неожиданно выехал поперек дороги. После трагедии Тесла обновила свой автопилот и напомнила владельцам электрокаров, что система не является заменой водителя, а лишь помогает на дороге. Теперь автопилот следит за тем, чтобы руки водителя всегда были на руле. Если требование игнорируется, то система отключается. Но, судя по всему, даже такие меры не гарантируют безопасность. Не самым заметным, но неожиданным в частности для нас, россиян, стал анонс смартфона Inoy R7 на прошедшей выставке MWC 2017. Разработчиками выступают российские стартаперы. С чем связан необычный выбор названия смартфона, создатели не пояснили. Может, хотели отличиться. Странновато выглядит и логотип. С первого взгляда может показаться, что написано не Inoy, а Мой. Девайс создан на открытой платформе, о которой так много говорили наши власти. Система базируется на разработке выходцев из Nokia, Sailfish OS, которая, к слову, так и не взлетела. Смартфон выполнен из пластика и выглядит довольно безлико. Характеристики Inoy R7 тоже отсылают его к бюджетному сегменту. Девайс получил экран с диагональю 5 дюймов и HD-разрешением. Здесь стоит процессор Qualcomm Snapdragon 210. Даже в умные часы сейчас ставят чипы помощнее. На борту 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти. Поддерживаются карты microSD. Основная камера имеет модуль на 8 мегапикселей с автофокусом, фронтальная — 5-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. Учитывая столь слабое железо, смартфон должен жить достаточно долго от одного заряда. Производством Inoy R7, как сообщается, займутся китайские партнеры. Предполагается, что смартфон будут распространять в основном в корпоративном сегменте. Цена — около 12 тысяч рублей, что выглядит несколько дороговато. Смартфоны от других производителей с такими же характеристиками, и при том на более развитой операционке Android, можно найти меньше, чем за 10 тысяч рублей. Сначала в Азии, а теперь и по всему миру набирает популярность игра, управление в которой осуществляется при помощи крика. Новинка называется Eighth Note Don't Stop, что в переводе означает «восьмая нота, не останавливайся». Игра доступна бесплатно для пользователей Android и iOS, также можно найти версию для персональных компьютеров. С виду это ничем не примечательный черно-белый платформер. Черный комочек, который на поверку и оказывается той самой восьмой нотой, движется вперед. Главное — не угодить в пропасть между платформами. Соль игрушки в том, что управлять героем можно исключительно звуками. Тихий голос заставляет ноту идти, а громкий крик означает команду для прыжка. И чем громче крик, тем выше и длиннее прыжок. В итоге платформер взорвал азиатский интернет. В сети активно множится видео, где люди играют в восьмую ноту, и некоторые для управления используют не только свой голос. И далее наша рубрика видео. Филипп Флисар, лидер сборной Словении по ски-кроссу, собрал собственный реактивный ранец, а затем устроил экстремальный заезд по горным склонам и улицам родного города Марибар. По сценарию Филиппу, который находится на лыжной базе, приходит сообщение от мамы о том, что спортсмен опаздывает на ланч. Наш герой надевает лыжи, включает реактивный ранец и мчится навстречу еде. Отметим, что экипировка рассчитана исключительно на подготовленных людей. Ранец весит около 40 килограммов, реактивная турбина вращается со скоростью 96 тысяч оборотов в минуту, а температура строя достигает 850 градусов по Цельсию. Так что рядом тоже находиться не совсем безопасно. Во время заезда по горным склонам и городским улицам Филипп смог разогнаться до 120 километров в час. Спортсмен мастерски преодолел подъемы, спуски, асфальтные дороги, лестницы, замерзший водоем и другие объекты. Не врезаться во что-нибудь или в кого-нибудь ему помогло хорошее знание родного города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!